Физишнс формула, план, плам, боже мой, плаш, брам, плам, браш, вот, почему браш, блаш, плам, блаш, ну короче, все, все плохо, или плам роуз, о боже мой, это будет начало моего видео. Всем огромный привет, меня зовут Аня, спасибо, что заглянули на мой канал, сегодня у нас с вами будет два формата в одном, я решила совместить видео с макияжем из прошлого видеоролика, на который получила много комплиментов, и вы мне писали, что хотите увидеть его, сегодня мы его с вами повторяем, и дополнительно к этому я сделаю для вас обзор на новинку от нашего белорусского бренда Белор Дизайн, вот такая вот тушь в желтой такой, желто-серой упаковке, она обещает нам объем, и в общем и целом, пока не началось видео, напишите в комментариях, как вы думаете, понравилась мне эта тушь или нет, обязательно напишите, а потом продолжайте смотреть. Ну и если вам этот формат видео интересен, то погнали, сейчас все будет. Как вы уже поняли, я решила это видео совместить, сейчас делаем быстрый макияж с прошлого видео, чтобы вы посмотрели, какими продуктами я его делала, и заодно протестируем малышку, точнее даже не протестируем, я просто покажу вам ее на ресницах, и выскажу свое мнение, потому что мне уже есть что сказать, я ее использую уже несколько дней подряд, и впечатление уже мое сложилось. Такая вот палетка у меня новенькая от Essence, Go for the Glow, офигенная палитра, здесь таких три оттенка, три, не знаю, наверное, румяна-хайлайтерных нечто, это очень красивая тона, я не знаю, если это будет видно, как-нибудь вот так, может быть, будет видно вам какие-то оттенки, очень красивые, такие дуохромные, приятные, эта палетка у меня сейчас и в хвост, и в гриву используются, она будет сегодня нам помогать. Будет палетка Alchemist от Kat Von D, и вот эта вот палетка из последних, в которой я снимала видео, которое вы не очень хорошо смотрели, но в принципе не суть. Мы начнем с нее, я беру растушевочную кисть и беру тот самый любимый свой оттенок, вот этот вот, наношу его в складку, и немножечко по нижнему веку пройдусь, надеюсь, вам все будет видно, сейчас как-нибудь так вот сядем, чтобы было видно, что я делаю. Складку прорабатываю чуть-чуть, нижний век чуть-чуть просто очерчиваю, оттенок до такой степени крутой, что он просто тушуется сам по себе, это просто нереально клево, очень мне он нравится, и, наверное, эту палитру я вот сейчас к ней рука тянется, потому что в ней есть тот желтый, и в ней есть вот этот вот переходный, transition color, как его называют чаще всего на англоговорящем ютубе, в общем, бомбический оттенок, очень-очень-очень-очень рекомендую, мне кажется, для всех. Так, первый этап мы сделали. На самом деле я хотела изначально нанести хайлайтер и румяна, на лице у меня тональный крем Artvisage, устойчивый в оттенке 201, где взять, не знаю, в косметичке, которую у нас не так давно открыли, их нет в продаже. Теллер у меня Lila в оттенке 51 на 53, просто смешанный под глаза светлее, точечно более темный, и, как обычно, мой любимый румяна-скульптор, в которых у меня Physicians Formula, как обычно, Plum Rose румяна. Сейчас нанесем с вами хайлайтер Estrade в оттенке 304. Думала вам снять видео на бренд Estrade, но у меня скульптор, хайлайтер и вот эти дискогели несколько штук, я даже не знаю, есть ли смысл его снимать. Ну, в общем, напишите, если интересно. Я как-то что-то думала сначала, потом передумала, потом опять думала, ну, в общем, не знаю. А, ну и брови, как всегда, ничего нового, на бровях у меня Биор Дизайн гель, мой любимый для бровей. Так, хайлайтера много не наношу, буквально чуть-чуть полирну, просто там фишка именно вот в такой, в сияющей коже, помимо того, что у меня там на глазах было нижнее веко, но это я так сейчас использую чаще всего. Дальше я беру кисть Рилуи, которая для румян и беру вот этот оттенок, самый первый из палетки Essence, набираю его чуть-чуть, сдуваю и вот сюда по периферии чуть-чуть ввожу вот этот цвет тепленький для дополнительного сияния такого теплого. В общем, вся кожа будет очень сиять. Можно немножечко вот сюда, я не боюсь сиять, поэтому да. И сейчас мы просто-напросто смешиваем вот эти два оттенка и наносим их в зону румян и вводим немножко в хайлайтер. И будет просто красивое такое сияние, переливание. Главное сильно не переборщить, потому что перед камерой одно, а вживую я потом буду, поеду как обычно по делам. Но с другой стороны, кто меня не видел в таком состоянии, мне кажется, уже меня в этом состоянии видели, наверное, все. В общем, с лицом мы с вами расправились. Где надо, добавляйте. Шея, если совсем трупная, берите и туда фигачите. Но на улице так холодно, что я замотаю шарфом, никто этого не увидит, в принципе, поэтому все окей. На самом деле все делается очень легко, быстро и просто. Мы с вами берем карандаш от Essence. Они сейчас есть, наверное, в зонах распродаж, потому что это типа, как и всегда у Essence, лимитки. Extreme Lasting Eye Pencil Waterproof 08 Razer Be A Unicorn. 16 часов. 16 часов. Он такой, знаете, фиолетовый, в котором еще какие-то блестки намешаны. В общем, он прикольного такого цвета. Я наношу его и в слизистую, и очень низко по нижнему веку. И здесь я помолчу, наверное. То есть тут фишка конкретно хорошенечко прокрасить нижнее веко этим карандашом. Карандаш очень мягкий, поэтому им можно так делать. И нет никаких особых проблем. Потом я беру кисточку от Luxe Visage, которая сделала у меня вот так вот хоба. Ну ладно, нам для видео ничего страшного. Это вот эта вот их лапка, как это правильно назвать. Беру тот же оттенок из палетки, который растушевочный мы в складку добавляли. И немножечко добавляю его вот так вот по нижнему веку. Хоп! Буквально капельку. Мы немножко вот так вот подтушевываем. И остатки того, что тут еще на кисть навалилось, вводим еще и в уголок. Хоп! Вот так вот. Возьмем с вами какую-нибудь небольшую кисть. Совсем любую. И берем с вами вот эту вот палетку. С шоколадкой мы уже расстаемся с ментоловой. Берем эту палетку и наносим вот этот доохромный оттенок посередине. Сейчас покажу, на сколько. Набираю его. И наношу, знаете как, вот примерно вот на две трети. Будем правильно говорить. На две трети. Мы просто добавляем этого доохромного перелива. Конечно же, я потом все покажу вам в макро, как это выглядит. Вот. Мы добавляем этот доохромный перелив. И обратной стороной кисти я светлый оттенок розовый на остальную часть наношу, который в этой же палетке последний. Ввожу сюда. И этой же кистью сейчас беру палетку Kat Von D. Беру в ней оттенок, который розовый, пинка пал. Набираю его. И в самый-самый уголок тыкаю его. Чтобы подсветить. Хоп. Ой. Сейчас покажу. Вот. Вот что оно получилось. То есть, берем потом эту кисть. Руку немножко стряхиваем, потому что весь пигмент, в принципе, остался на глазах. Опять на две трети наношу второй оттенок из палетки. Эта палетка на самом деле офигенная. Мне очень она понравилась. Очень ее советую. Дальше розовый вводим сюда же. Чтобы был такой небольшой переходик. Красивенький. И берем Kat Von D. Ну, это я беру, потому что я делала точно так же, как делала в прошлый раз. Вы же можете обойтись и двумя оттенками. Большой разницы вы не заметите. Сделали. Берем эту кисть, которую подтушевывали. И просто проходимся по всем границам чуть-чуть. И прям совсем-совсем растушевочный тоже можно пройтись дополнительно. Потому что здесь акцент идет только на нижний век. Ну и все. Переходим мы с вами к туши. Ну, а на губы я потом нанесу вот такой вот карандаш, на который я тоже готовлю сводч видео. От Latouage в оттенке 27. Ну и давайте смотреть. У туши вот такое вот крутое оформление. Буду на фоне своего лица показывать, чтобы вам было видно. Классная. Мне очень нравится. Такое стильное, модное. Желтая эта крышка. Серый сам тюбик. Мульти-волюм маскера. Белор дизайн. И вот такая вот у нее классическая силиконовая кисточка. Очень удобная. Очень кайфовая. Вот. Давайте с вами ее наносить. И вы посмотрите, как она работает. Поехали наносить. Я буду стараться не двигаться, чтобы не выпадать из фокуса. И давайте. Эта тушь, сразу говорю, попала в мои фавориты. Она действительно очень-очень-очень сильно мне понравилась за эти несколько дней, которые я ее использую. Вот прям от души. Конечно, как обычно, я сейчас немножко заляпываю века. Но ничего, мы потом все это ватной палкой почистим. Но вы посмотрите с одного просто. С одного нанесения. Насколько. Насколько это выглядит круто. Вот для тех, кто любит видимые ресницы, такие вот, чтобы вот прям ресницы были в бабах, то я думаю, что вы стопроцентно с этой тушью подружитесь. Вот такой вот эффект она дает. Вот при вас я накрасила. Сейчас я даже, может быть, немножечко сверху наслою и покажу вам поближе, в принципе, глаз в макро. И наслоиваем. Правда, я очень долго возилась, и у меня уже ресницы подсохли. И они уже такие, знаете, как паучки. Но, тем не менее, я такой эффект люблю. Ну, я думаю, как вы уже поняли, тушь мне нравится очень сильно. Ее эффект просто невероятно. Прямо вот мое, 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 еще раз мое. Если бы я наслоила второй слой чуть быстрее, не было бы такого эффекта паучьих лапок. Они были чуть более аккуратными. Но это ресницы, которые действительно видно. И я могу сказать так, что она не осыпается сейчас. Она легко удаляется, легко смывается. В то же время она не делает никаких кругов пандой, чем грешила в свое время одна или две туши от Белор Дизайн, которыми я пользовалась. Это однозначный лайк. И она сейчас пока что подвинула все мои предыдущие фавориты. Я с удовольствием ее вам рекомендую. Ну и на сегодня это все. Надеюсь, такого рода видео вам было интересным и полезным. Я попыталась совместить формат обзора на тушь с макияжем, чтобы вам было и тем, кому интересно посмотреть макияж полезно, и тем, кто хотел бы, например, приобрести себе новую тушь. Поэтому я очень сильно жду ваши лайки. Пишите в комментариях, понравился вам эффект или нет. Купите вы такую себе тушь или нет. Пишите обязательно. Все прочитаю, всем отвечу. Ну и мы с вами увидимся очень-очень скоро. Спасибо большое за просмотр. Целую, обнимаю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok